А наш эфир продолжается и с нашей студией на прямой связи певица, преподаватель по вокалу Олеся Строевская. Олеся, доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, как вам удается держать контроль над собой в режиме самоизоляции? Чудесно удается. Конечно, были моменты отчаяния и грусти, но я брала себя в руки, и сейчас прекрасное настроение. Скажите, пожалуйста, как пребывать в период самоизоляции в хорошем настроении? Какие советы вы можете дать тем, кто, возможно, как-то хандрит? Особенно творческим людям, потому что им наверняка сейчас сложнее всех. Творческие люди вообще находят, мне кажется, выход из любой ситуации. Собственно, концертов сейчас нет, это очень грустно, поэтому мы придумали онлайн-концерты и даем их в прямом эфире. А также я преподаю вокал по скайпу, поэтому, в принципе, моя жизнь, кроме того, что я не могу выйти на улицу, никак не изменилась. Олеся, подскажите, преподаете по скайпу. До этого вы наверняка преподавали где-то лично, в студии. Сейчас происходит это по скайпу. Как происходит этот процесс, как проходят ваши уроки? Тяжелее ли работать в режиме онлайн? Нужно было привыкать, скажу честно, потому что связь не всегда хорошая. Но, тем не менее, это очень интересно и весело, потому что я знакомлюсь со всеми учениками ближе. Я начинаю их узнавать лучше, я вижу их домашних животных, их родителей, утренних, вечерних, вообще разных. Поэтому это даже интересно. Хорошо. А что вы приготовили для наших телезрителей? Олеся? Да, да, да. А что вы приготовили для наших телезрителей? Я бы хотела всем подарить немного позитивного настроения, утреннего, поэтому думаю, что будет здорово, если спою вам акапельно песню «Доброе утро». Мы очень рады этому, очень просим, спасибо вам большое и все внимание приковано к вам. «Доброе утро» Всем желаю проживать в любви и ждать. Спасибо, Олеся, но мы еще вас не отпускаем. Олеся, очень понравилось ваше исполнение, оно, конечно же, в первую очередь профессиональное, очень подходит для нашей утренней программы. Эта песня очень идет вам, и такое исполнение вам тоже идет. И вот отсюда хотелось бы задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, как вот найти свою манеру исполнения, именно те композиции, которые хочется исполнять? Есть ли какая-то методика по подбору именно для себя, какой-то определенный стиль? Если вы ее узнаете, то я попрошу у вас ее мне обязательно рассказать, потому что я сама все время в поиске. На самом деле это, пожалуй, самое сложное, найти свой стиль и найти свою струю в музыке, чтобы быть на своем месте. Ну, я постепенно иду к этому и стремлюсь к тому, что мои ученики тоже себя находят. Но это очень сложный путь. Ну что ж, мы тогда желаем вам, конечно же, удачи. Спасибо большое, что нашли время и вышли с нами на прямую связь. Напомним, с нами была Олеся Строевская, певица и преподаватель по вокалу.